Внимание! Внимание! К празднику Великой Победы! Все игры на водки.ру со скидкой 20% Всего за 119 рублей весь май получает до 100 тысяч золота И премиум танк, спеши! Ссылка в описании Здарова, ребят! Сегодня мы с вами будем исследовать новый советский танк 10 уровня Тяжелый, между прочим, танк И, как вы видите, это танк Объект 726 Ребят, на супертест поступила эта машина И характеристики, как вы понимаете, у нее не финальные Ну и хотел бы вам показать, прежде чем продолжить двух победителей по одной тысяче игрового золота Ну и условия вы увидите чуть позже Как получить игровое золото Итак, ребят, главная фишка Объекта 726 Ну, вы уже видите, наверное, главную эту фишку Это четыре гусеницы По сути, танк этот, если я не ошибаюсь, разработки где-то 46-48 год И фишка его заключается как раз-таки вот в этих четырех гусеницах Если смотреть исторический, то вот в этих местах располагались баки А за счет того, что у танка не было клиренса как такового, да, потому что все его днище Это, по сути, одна большая гусеница Ну, на самом деле, четыре гусеницы Танк проходил отлично По болотам, по снегу и так далее Проблемы были только с разворотом на месте Но у нас в игре, по характеристикам у этого танка, проблем с разворотом на месте не будет Кроме того, за счет того, что гусеницы, по сути, не отрывали часть корпуса У танка получилось огромное заброневое пространство То есть это позволило положить гораздо больше с боекомплекта Ну и также поставить систему автоматического дозаряжания Все это как-то в характеристиках разработчики постарались учесть Поэтому танк получил шикарное орудие по своим характеристикам Но в практике, какие минусы у подобной ходовой были? Во-первых, из-за того, что гусеницы располагались только под днищем Танк был достаточно высокий То есть мы в игре получим высокий танк, имейте это в виду А второй момент, они были очень сложны в обслуживании, изготовлении и ремонте Хоть и позволяли двигаться с одной сбитой гусеницей То есть, понимаете, да? Как эта механика будет у нас в игре реализована, я пока что не знаю Но объект 726, вот он во всей красе перед вами представлен Хотя, когда я говорю во всей красе, я думаю, вы понимаете, что это только предварительная моделька На ней нет текстур и она будет меняться Кроме того, ее так торопились выпустить на супертест, что у нее коллижен модель отсутствует Просто смотрите Когда я хочу чекнуть ее броню Вы видите, я вожу мышкой И нигде я за броню не цепляюсь То есть, по сути, коллижен модели вот в этой модельке нет Она на сервере наверняка есть Но зато есть коллижен модель у башни Что самое интересное И мы можем пощупать броню башни В характеристиках написано 350 В принципе, все верно написано И вы видите, что в самых слабых местах здесь за 350 мм приведенной брони Чем дальше идем, тем толще броня Вы видите, да? Башня летая Если присмотреться, можно увидеть лючки Лючки маленькие Я в них даже просто тупо, чтобы их броню зачекать, навестись не могу Вот 240 Маленькие пиксели Броня 140 где-то вот только что была найдена Возможно, ошибка коллижен модели Ну, 240, короче, лючки будут, ребят Вот они Не знаю, где здесь 140 находится Но вот они очень маленькие Сами видите С бортов башня уже не такая прочная 150 И здесь мы с вами видим, что корпус 200 имеет ВЛД Вот в этой части И вы посмотрите, какой наклон Плюс здесь еще скосы НЛД у танка как такового нет Вы видите Я ниже не могу, к сожалению, опустить камеру Но вы видите, что здесь нету понятия НЛД Там дальше бездонная пропасть То есть, пытаясь поставить этот танк на каток Мне кажется, это будет фишка этого танка Что он на каток вообще практически вставать не будет Вы ему никак не нанесете урон То есть, снаряд, пролетающий сквозь каток Дамажит ходовую, но не дамажит Там нет днища, понимаете? Нет днища Все, что от днища идет, это вот эти вот два кусочка Все Дальше пустота Поэтому 200 мм вот эта часть И по 150 борта Но борта еще имеют дополнительный скос То есть, ромбовать на них можно Вот эта часть, скорее всего, будет биться Но, ребят, 150 Тут это все нормально Корма Сами видите, 90 и башня 90 и здесь 90 Будет биться даже светляками С коллижен моделью разобрались, да? Пушка Я вам сказал, она отлично стабилизирована У нее отличная точность, как для советских танков Посмотрите Это не тяжелого танка показатели Это показатели СТ-шки 0,34 на 100 метров и 1,9 время сведения Это очень быстро Здесь вы не видите, но я посмотрел в скрытых файлах У танка отличная стабилизация Все параметры От движения ходовой От поворота башни Везде отличные показатели 440 разовый урон Как у ИСа 4 Пробитие базовым снарядом ББшкой 258 Пробитие кумулятивным снарядом 340 Альфа такая же 440 Урон в минуту В стоке 2750 Но со стопроцентным экипажем Уже 2868 То есть пуха выдает Отличные показатели СТ-шные я бы даже сказал показатели Поставьте сюда досылатель И он будет дамажить Очень и очень быстро В стоке перезарядка 9,2 Меньше 10 секунд Неплохо, согласитесь Скорость поворота башни 33 градуса Это очень быстро для тяжелого танка Скорость поворота ходовой 30 градусов Это очень быстро для тяжелого танка Даже я бы сказал 31,2 Очень хорошие показатели 14 лошадиных сил на 1 тонну веса Это примерно как у ИСа 3 40 вперед и 13 назад Танк ни шагу назад 13 назад очень мало 40 вперед для тяжелого танка очень много Но У него отвратительные показатели Проходимости по всем типам грунтов Отвратительные Вот серьезно отвратительные Поэтому как будет реализовано По идее вот эта ходовая Наоборот должна ему Давать возможность Приблизительно с одинаковой Одинаково хорошо Проходить как по твердым Так по мягким Я же не просто так начал С того что Танк отлично закомендовался На снегу И в болотах У него практически все Представляете Здесь давление на грунт Очень маленькое За счет огромной площади Вот вся его масса 60 тонн Распределяется на 4 гусеницы Широких 4 гусеницы Практически он лежит на брюхе Как будто А это дает очень маленькую нагрузку На 1 квадратный сантиметр Фишка же гусеницы Как раз в том что она Распределяет нагрузку Не на маленькую точку Соприкосновения Катка с землей А по всей длине А здесь 4 гусеницы То есть вот это Мне кажется Механика не реализована При этом в жизни Вот эти танки Показали себя Очень Слоупоками В поворотливости Здесь нам дают 31 градус в секунду А это выше чем У многих других Тяжелых танков Но это супертест Здесь может все поменяться Добавьте сюда Еще внезапно При его высокой Как это называется Высоком силуэте Неплохие показатели Маскировки Как для тяжелого танка И 400 метров обзора В общем Что мы имеем По машине Это Во первых Уникальный Скорее всего Будет какой-то Геймплей Возможно Какая-то новая Механика Отличные показатели Орудия И шикарные показатели По броне Фишка С тем что Снаряд не дамажит Через гусеницу Корпус вообще Никак Но борта Открыты Вот в борт Вот здесь Это просто Мишень Так же как и с кормой То есть танк Танкует только лбом И немножко ромбом Все Что это будет за машина Ребят У нас нет Сейчас Претендентов На новую ветку Тяжелых танков Хотя возможно И будет еще Дополнительная ветка Тяжелых танков Но я очень сильно Сомневаюсь Замена ИСа четвертого Да вы Прикалываетесь Что ли Чья больная Фантазия Могла родить Подобные Вещи Это совершенно Противоположный Геймплей Там вся ветка Нелогично Приведет к этому Ни за что Мое мнение Опять же Мое мнение Оно основано Только на моих Догадках Грядет в этом году Сезон ЛБЗ 2.0 Вот эта машина Могла бы стать Шикарной Наградой За второй Сезон ЛБЗ Уникальный Танк С уникальной Механикой С уникальным Внешним Видом По всем Параметрам Уникальный Танк Именно таким И должна быть Награда За новый Сезон ЛБЗ Но опять же Это только Мое мнение И возможно У разработчиков На этот танк Совершенно Другие планы Кроме того Ребят Я могу вам Показать танк Никто вам Этого не сможет Показать Сейчас У меня есть Секретная Информация Скажем так Я могу Я могу Показать Читанк На четырех Гусеницах Который Уделает Этот танк Как нефиг Делать Причем Показать Его не на Картинках А вот Так же И ребят Обычно Видео Набирают Примерно 10% Лайков От количества Просмотров Если Количество Лайкосов У этого Видео Будет Хотя бы 15% Покажу Вам Самый Имбовый Танк На этом У меня На сегодня Все Подписываемся На канал Ставим Лайкосы И до Скорых Встреч